Добрый день, дорогие друзья! С вами Татьяна Беннет. Предмет исследования сегодняшнего видео – это текст, который демонстрируется в методических материалах ФИПИ. И сочинение написано на тему, которая перед вами на моем видеоканале. Это тема номер 19. Мы будем обсуждать самый первый абзац этого сочинения – введение. Перед вами название полное этого документа – 2021 год. Обратите внимание, и вы его можете скопировать на сайте ФИПИ. А это сочинение, которое мы будем обсуждать. Забегая вперед, я должна сказать, что за это сочинение выставлено 0 баллов, потому что 0 баллов получилось за первый критерий ЗРКЗ. И поэтому комментарии эксперта, которые мы можем прочитать, как раз ограничиваются только первым критерием. На этой странице вынесена цитата. Первый абзац полностью без изменений. Я очень рекомендую вам его внимательно прочитать, подумать, как бы вы оценили это введение, что бы вы исправили, за что бы похвалили вашего студента, если бы вам принесли такую работу. Ну, если бы мне принесли такую работу, ну, во-первых, конечно же, я сказала, что здесь нет перефразирования. Объяснила бы, что в теме эссе у нас 4 ключевых компонента. В первом предложении осталось только 2. Потерялось слово «успех», потерялась фраза «the key to». Но при этом я бы обязательно похвалила студента за то, что вместо такого туманного пятна, что ли, «an early choice» перед нами в этом предложении очень конкретная фраза. Ну, здесь, правда, слово «children» тоже является ошибкой, ну, то есть школьники в возрасте 15-16 лет, или молодые люди в возрасте 15-16 лет. Почему я бы похвалила? Да потому что темы составлены таким образом, что возраст совершенно непонятен. И что, о чем мы должны будем писать в этом сочинении, если не определимся с возрастом? Говорить о том, что это нужно делать в детском саду или не делать, или что в начальной школе, в средней школе, когда? Поэтому, если мы хотим написать четкое, понятное сочинение с эксплицентными выкладками, то, конечно же, в таких случаях необходимо некоторое сужение темы. Еще бы я сказала студенту, что данное введение абсолютно не выглядит как введение эссе школьного сочинения. Это введение, которое очень даже хорошо можно использовать для какой-нибудь журнальной статьи. Во второй части вопрос. Ну, мы все знаем, что риторический вопрос ни в коем случае нельзя использовать в сочинении. Но при этом, когда я вижу вопрос и вижу ответ, а вот ответ в скобочках я здесь продемонстрировала, это первое предложение из главной части, из главного абзаца. Поэтому есть вопрос, есть ответ. То есть для меня это не риторический вопрос. Ну, наверное, я не очень хороший специалист в этой области. Чуть позже узнаем, почему. Возвращаемся к решению коммуникативной задачи. Вот дискуссионность темы эссе. Ну, я бы сказала следующим образом. Скорее всего, если сделают поблажку на экзамене, как это делали при выставлении оценок за то сочинение, которое мы с вами рассматривали на предыдущих видео, то есть большая вероятность того, что вот этот вопрос будут рассматриваться как сомнения. Раз есть сомнения, значит есть и дискуссионность темы эссе. Потому что этот вопрос как раз вот и как бы относится не столько даже к первому предложению, сколько к самой теме эссе. Далее очень возможно, что мой студент сказал бы, а первое предложение это не перефразирование, это вводное предложение. Я бы задумалась, решила, да, похоже на вводное предложение. Ну, вводное предложение его можно написать, можно не писать. Здесь оно может быть полезным, поскольку были введены некоторые ограничения вот в возрасте. Но тогда встает вопрос, а где перефразирование и заключает ли второе вопросительное предложение всю нужную информацию, которая должна быть в этом эссе. Но если бы это не был вопрос, тогда бы действительно можно было рассмотреть такую возможность, что это перефразирование прежде всего. Но все эти формулировки все-таки говорят об отсутствии такового. Но в целом, глядя на это введение, конечно, совершенно понятно, что не было практически никакой подготовки. Уж простейшие формулы некоторые люди считают, другие люди считают. Их настолько легко запомнить, они запоминаются с первого урока. Почему здесь этих формулировок нет? Ну, наверное, потому что не было подготовки вообще в принципе. Ну, а дальше мы должны посмотреть, что же на самом деле написал эксперт. Здесь очень мелко я перейду на следующую страницу. Но если вам плохо видно, то вы можете посмотреть в документе. Все расписано на страницах 84-85. И все, что я сказала, совершенно не совпадает с тем, что написано в документе «Методические материалы ФИПИ». Во-первых, перефразирование темы принимается. Но при этом делается такое замечание, что тема не совсем точно сформулирована, так как указание на 15-16 лет сужает тему эссе. Вопрос здесь называется риторическим, и он считается ошибкой, когда обсуждается стиль. Ну, и также эксперт нам сообщает, что риторический вопрос не передает проблемный характер темы. А здесь автор, скорее всего, высказывает свое собственное сомнение. Таким образом, еще раз, эксперт принимает перефразирование, которое, я не побоюсь сказать это вслух громко и четко отсутствует. А вот эксперт указывает на неточность перефразирования при этом, потому что происходит переход в возрастную группу 15-16 лет. Но опять же, я не побоюсь заявить о том, а как же писать это сочинение, если не переходить в эту самую возрастную группу. Ну, и вопрос, на мой взгляд, все-таки с ответом определяется как риторический. И здесь мы остановимся, и вся информация, которая только что была рассказана, это информация для размышления. Конечно, мне бы хотелось услышать ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Пожалуйста, пишите в комментариях, если вам есть что написать. Но еще больше хотелось бы, наверное, всем нам все-таки услышать какие-то комментарии авторов методических материалов и экспертов, которые выставляют оценки и пишут эти отзывы. Здесь также я бы хотела обратить ваше внимание на название возрастных групп еще раз, потому что с этим бывает очень часто большая путница. Детей в английском языке определяют с 2 до 13 лет. С 2 до 5 это дошкольники, preschoolers, и school-age children с 6 до 13. Дальше они у нас называются тинейджерами. И если вы назвали молодых людей 15-16 лет словом children, то, ну, в общем-то, это ошибка. Либо лексическое, либо ее могут зачесть как ошибку организации текста. Дорогие друзья, ну, есть еще кое-что, что я бы хотела сказать по поводу формулировки этой темы, эссе. Но дело в том, что она абсолютно неподъемная для написания на школьном экзамене. Если мы хотим написать действительно на ту тему, которая здесь написана. И связано это вот с фразой, которая здесь выделена красным цветом, the key to. Об этой фразе я готовлю отдельное видео. Оно будет в самое ближайшее время опубликовано. И вы его можете найти в плейлисте «Сложные слова в темах эссе». Кроме этого, я эту тему обязательно буду обсуждать в одном из уроков своего видеокурса «10 типов эссе в вариантах ЕГЭ по английскому языку». Обратите внимание, что в этом видеокурсе я обсуждаю очень подробно системный подход к написанию этих сочинений. Если этот видеокурс вас заинтересует, то вам нужно перейти на мой сайт benetenglish.ru и на страничку «Курс 10 типов эссе». Дорогие друзья, я благодарю вас за внимание. Следующее видео будет посвящено второму абзацу этого же самого сочинения. Ну а я прощаюсь с вами. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok